МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане главной пешеходной аллеей города-героя побывали десятки, а то и сотни тысяч человек не только со всех уголков страны, но и мира. Каков туристический потенциал региона, поговорим в этом выпуске. Коллеги, рады вас приветствовать в нашей студии. И вот с чего хотелось бы начать. Наверное, с неких воспоминаний. Вот встречать такое количество гостей для Волгоградской области, это не в новинку. В 2018 году регион посетили более миллиона туристов. И связано это увеличение турпотока с проведением чемпионата мира по футболу. Знаковое событие для всей страны и мира. И для комфорта болельщиков тогда был разработан целый комплекс мероприятий. Туристические маршруты, строительство стадиона Волгоград-арена, модернизация аэропортов, наши дорожно-транспортные сети, строительство отелей. Интересно вот что. Как с учетом этого опыта регион готовился встретить 80-ю годовщину Сталинградской победы? В этом году наверняка эта подготовка началась задолго до этого. Вот, Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, как, собственно, мы готовились и насколько удачно все получилось, то, что было запланировано? Да, конечно. Тот синергетический эффект, который мы получили от чемпионата мира, мы до сих пор используем. Та инфраструктура, которая была построена в рамках чемпионата, это наши дороги, средства коллективного размещения, новые объекты, новые арт-пространства и так далее, мы теперь используем для нашего внутреннего въездного туризма. И, безусловно, подготовка к мероприятию 80-летия победы Сталинградской битвы началась заблаговременно. Мы готовились абсолютно все отрасли и все сферы, были направлены усилия для объединения этих усилий, скажем так, для выстраивания какого-то общего понимания и общей программы для приезжающих туристов. География туристов, которые приезжали к нам на этот праздник, очень обширна. Это вся страна буквально, включая наших ближайших соседей, это и Саратов, и Воронеж, и Астрахань, весь Южно-Федеральный округ, и центральная часть нашей страны, и северные регионы в том числе. Поэтому, судя по тому, как был востребован Мирной фонд наших средств коллективного размещения, мы можем сказать, что этот праздник был востребован туристами, ну, просто на 100%. Может быть, велся учет, вот в основном туристы, которые прибывали в регион, они прибывали сами по себе, да, или в туристической группе, может быть? Очень много гостей приезжало и в туристических группах, и также, и это было и самостоятельные туристы, потому что мы отмечали это по запросам на заселение, мы отмечали это в работе своих информационных стоек, которые функционировали в местах массового пребывания туристов, на вокзале, в аэропорту, в гостиницах, ну, а также в музеях, где проходили основные мероприятия. То есть были разные туристы. Ну, вот мы знаем, да, что буквально в тех местах, куда в основном прибывают наши туристы, да, это аэропорт, это вокзал, были установлены туристические стойки. Вот расскажите про них поподробнее, конкретно, да, что там предоставлялось туристам и было ли это эффективно. Да, с удовольствием поделюсь этим опытом. Туристские, мобильные туристские информационные стойки используются туристским информационным центром всякий раз, когда мы встречаем гостей, особенно в местах пребывания, а также на основных каких-то локациях городских. Эти стойки очень популярны и всегда востребованы, потому что мы не просто создаем впечатление о городе, рассказываем об истории, да, но и вручаем бесплатные туристические карты, которые являются большим поспорем навигации туристам. Вручаем другую полиграфическую бесплатную продукцию о нашем городе-регионе, которая позволила бы строить планы, возможно, на повторный приезд в наш город и наш регион туристам. Также на этих мобильных стойках мы вручали в этом году программы мероприятий, рассказывали, что будет, когда будет, куда сходить, советовали, рекомендовали, создавали какие-то личные маршруты, и, собственно говоря, очень большой резонанс получали грамоты, которые мы вручали в этом году в честь 80-летия всем тем, кто прибыл на Сталинградскую землю. Эти грамоты у нас также распечатывались и вручались в аэропорту, на вокзале, в музей панорамы Сталинградской битвы, и, к слову сказать, эти грамоты будут продолжать вручаться в течение всего года всем тем, кто будет прибывать в наш город. Наш регион признанный центр патриотического туризма, и вообще Волгоград принято ассоциировать с историей, в основном люди приезжают, чтобы посмотреть, мы всегда вот, пожалуйста, у нас история, и мы абсолютно этого не отрицаем, историю мы любим, но все-таки иногда появляется мнение, что может быть что-то еще есть в городе, наверняка есть какой-то альтернативный туризм, что мы еще могли бы посмотреть, и какие еще у нас туры, программы, помимо патриотических, вообще существуют в регионе, и что мы вообще можем предложить. Вот, коллеги, давайте, наверное, с вами пообщаемся, что вы можете по этому поводу сказать, Игорь Николаевич. Ну, вам наверняка есть чем поделиться. Добрый день всем. Да, программ достаточно много, и туроператоры Волгограда, Волгоградской области этот пул предложений нарабатывали на протяжении очень большого периода времени. Программы отработаны, профессионально отработаны, логистика, использование инфраструктуры при реализации этих программ. Поэтому, конечно, гостям нашим есть из чего выбирать. И программы эти достаточно разноплановые на сегодняшний день. Это не только военная патриотика, это и экологические тропы, это, безусловно, культурно-исторические маршруты. Я думаю, вот о них будет сказано еще. Это действительно очень глубинные, очень серьезные, очень интересные и занимательные программы. Сегодня в работе и новые направления, это медицинский туризм, промышленный туризм, это всевозможные такие компилированные программы с элементами одного и какого-то еще там вида туризма. Поэтому на сегодняшний день мы, в общем, обладаем и в этом смысле достаточно хорошим, серьезным потенциалом. Тем более, этот потенциал уже практически отработан достаточно неплохо. Ну, раз уж мы начали с истории, наверное, одна из задач сегодня позиционировать историю так, чтобы интересно было всем категориям населения, в частности, нашей молодежи, конечно. Роман, вот поделитесь своим опытом, как сегодня преподносится история так, чтобы все-таки заинтересовать всех? Ну, нужно, конечно, понимать, во-первых, все-таки, с какой конкретно группой в данном случае там кто-то работает, потому что есть люди, которые тяготеют больше вот именно к патриотической, строго к этому, то есть им просто ничего больше не интересно. А есть люди, которые действительно нацелены на такую широкую линейку вариантов, которые могут предложить. Надо сказать, у нас достаточно хорошо вообще от работы на сегодняшний день в регионе, тур-маршруты, то есть у нас большая работа по этой части проведена, но вообще это нужно, ну, наверное, вот среди разных групп населения в стране более интенсивно продвигать, потому что, в принципе, все это есть, но об этом далеко не каждый человек, который приезжает в город, в область, знает. И у нас, скажем, вот есть прекрасный потенциал, там, ну, как вариант просто, скажем, за Волжье, там, тот же Эльтон, это, если говорить о природном туризме, или, там, медицинском, да, или, скажем, с точки зрения истории, это за Волгой много точек, связанных со средними веками, там, Гюлистан, там, разные места, которые, в принципе, могут быть очень активно использованы для того, чтобы вообще продвигать разные варианты, разные тематики. Потому что, конечно, сегодня у нас существует такая проблема, что, ну, человек приехал, скажем, вот на какой-то праздник, или просто приехал, там, ну, традиционно, если он первый раз идет на Мамай в Курган, это понятно, да, музей панорама. Вот, а дальше, вот, как бы задача наша такая большая, это увеличить, что это срок, который человек хочет задержаться здесь, в регионе. Пробыть в городе, да. И получается часто так, что человек, он приехал, 2-3 места попал, он разворачивается и уезжает, потому что просто он даже не знает, что здесь много, что еще есть. Вот, то есть вот это продвижение среди разных категорий, разных городах, это, конечно, очень важная задача, которую нужно решать, ну, в ближайшей перспективе. Владимир Олегович, ну, я знаю, что вы, в том числе, вам удается, да, успешно решать эту задачу по-своему. Расскажите, вот, каким образом? Мы в 2020 году выиграли грант федерального агентства по туризму, называется передвижной туристской информационной центр «Альтернатива». Вот такой вот автобус, он ездит в местах скопления туристов и информирует туристов, сотрудники информируют туристов о том, какие объекты можно посетить, какие экскурсии. Мало того, мы сделали вот так вот выглядят сотрудники. Вот, это они у Мамаева кургана стоят и предлагают экскурсии по городу, по области, то есть информируют, раздают карты, мы работаем совместно с ТИЦем, то есть, и вот эта вот работа, она потихоньку приносит плоды. В этом году мы сделали очень интересную программу на сайте «Визит ВЛГ», вот этого туристко-информационного центра, в рамках гранта мы сделали программу, которая позволяет выбрать экскурсию человеку, выбрать дату, выбрать количество человек и оплатить. – И забронировать и оплатить сразу. – Забронировать и оплатить. И поэтому мы стараемся донести эту информацию таких центров в стране, пока он единственный, но надеемся, что у других тоже появится, но он первый. Вот, и забронировать экскурсию можно в течение там, ну, очень короткого времени. Потом человек смотрит, там очень много экскурсий сейчас на, ну, в этой программе. И человек выбирает, читает про нее, выбирает и бронирует. – Тоже только патриотика или что-то еще? – Нет, нет, все виды экскурсий, которые существуют в Волгограде и Волгоградской области. – Может быть, вы могли бы выделить какие-то, которые, может быть, наиболее востребованные у туристов? – Наиболее востребованные экскурсии – это, конечно, Мамаев-Курган, то есть это экскурсия трехчасовая город Дерой, Волгоград и Мамаев-Курган. Потом по востребованности у нас идет экскурсия в северные районы города. Это с посещением Волгского, с посещением Плотины, и вокруг мы возвращаемся по Танцующему мосту, это пойма. На третьем – это Сарепта, южные районы города. Спрашивают Иловлю сейчас, начали спрашивать Камышин, Серафимович, Урюпинск спрашивают. Но из-за того, что структура достаточно далеко, то есть однодневная поездка очень сложная. Поэтому спрашивают все экскурсии, и там их порядка 50. – Насколько мы можем, наверное, не гарантировать, а как минимум пообещать, что в будущем эти направления будут развиваться, и то, что далеко. Давайте организуем не однодневную, а двух-трехдневную экскурсию. – Мы сейчас говорим о том, что индивидуалы, которые приезжают в Волгоград, они ищут индивидуальные экскурсии. И поэтому они… То есть наша задача их задержать своими интересными экскурсиями. И вот когда мы это пытаемся сделать, то индивидуалы все зависят от стоимости этой экскурсии, и от того, насколько индивидуал хочет посетить это место. Тот же Урюпинск, он достаточно дорогой получается из-за транспорта. Поэтому люди выбирают, как чаще, более… – Более бюджетный вариант. – Бюджетный вариант. И этот бюджетный вариант мы им помогаем осуществить. У нас свои экскурсоводы в штате, свой транспорт. Помогаем им осуществить эти мечты. – Вообще в жизни региона, в самых разных отраслях активно участие у нас принимает молодежь. Вот что молодежь скажет по поводу развития туризма, и какие другие виды туризма сама же молодежь продвигает, предлагает и активно все это развивается. Расскажите. – По поводу развития туризма хочется сказать именно про низовые инициативы, потому что, собственно, я сама, как представительница туристического сообщества, являюсь частью этого низового движения. Нам, как молодым людям, интересно смотреть шире. Мы знаем, ну, как те, кто выросли в Волгограде, конечно же, мы знакомы глубоко достаточно с военной тематикой. Мы знаем достопримечательности, ради которых едут туристы. И хочется показать более широко Волгоград, знаете, как вот волгоградский художник когда-то Лосев изображал наш город как импрессионисты. Ну, почему как? Он, в общем-то, им и был. То есть город не только войны, но и город мира. Город, в котором хочется жить, в котором хочется развиваться, создавать какие-то новые начинания. И вот как раз мы как раз хотим именно с этой позиции город показывать. И если говорить про конкретные направления, то, допустим, в нашем сообществе у нас так получилось, что мы разделились негласно. У каждого какая-то своя специализация есть. Я, допустим, занимаюсь именно сферой искусства, причем начиная с уличного искусства и теперь уже потихоньку перебираюсь с галерейными пространствами, взаимодействуя с, опять же, низовыми инициативами художников, которые у нас есть, и у нас достаточно богатая история, которая, знаете, такое непаханное поле для изучения. Коллеги мои вводят не менее необычные экскурсии, то есть это в том числе какие-то заброшенные здания, ну, естественно, с соблюдением техники безопасности, но с раскрытием их с позиции той же архитектуры, интересных историй, которые происходят. Вообще какого-то культурного, ну, и такого интересного молодежи контекста. Есть экскурсии на крыше, причем у нас есть, ну, регальные площадки, куда спокойно можно попасть. Так же с соблюдением техники безопасности. Да, конечно, с соблюдением техники безопасности. И в целом, то есть это вот какие-то такие очевидные направления, плюс, знаете, такой востребованный формат – это изучение города совместно. Не только когда ты как экскурсовод идешь и гнешь свою линию, ну, так грубо говоря, но вот коллега моя, Екатерина Лёксина, собственно, основательница нашего сообщества, она придумала, ну, в рамках Волгограда придумала такой формат прогулки, когда собиралась группа, у нее был маршрут, ну, условный, то есть, например, мы гуляем там по тракторозаводскому району. И она, конечно же, готовилась к этой прогулке, изучала какую-то информацию, собирала, но не было четкого сценария. То есть интересно не только вовлекать людей в то, что мы им хотим показать, но и давать людям самим делать этот выбор, не только на моменте, когда они выбрали экскурсию, на которую они пойдут, но и в процессе. И это гораздо сильнее вовлекает, и, знаете, это же задача, как помочь людям полюбить свой город, посмотреть на него с другой стороны, и это, наверное, один из самых частых вот вариантов обратной связи, которые мы получаем, что я даже не думал, что у нас такое есть, и я не смотрел на город вот с такой позицией. И, на самом деле, если вот опять же возвращаться к вопросу про интерес молодежи, главное, мне кажется, что важно учитывать то, что нам интересны истории людей. Все, что происходит, будь то искусство, будь то какое-то профессиональное развитие, история региона, это все делается людьми такими же, как мы. И в истории каждого человека есть какой-то момент, за который можно зацепиться. То есть когда мы книжки читаем для чего? Чтобы какую-то интересную историю выцепить. Вот по тому же самому принципу, если мы будем работать все с туризмом в каждой из сфер, будь то, на самом деле, даже и, может быть, кого-то уже отчасти утомившее, там, военная тематика. Ну, я понимаю, что мы не преуменьшаем ни в коем случае роли этой темы в нашем регионе, но ее же тоже можно подавать по-разному. Это же тоже история людей. Вот о чем мы с Романом как раз разговаривали. Да, да, как раз, что там столько судеб задействовано, столько происходило разных событий, что если именно с этой позиции показывать, то эта эмпатия включается у человека. Человек хочет слушать, хочет узнавать, изучать. Это же стимулирование, мы помогаем людям заинтересоваться, заинтересоваться, чтобы они уже сами исследовали, не только с нашей помощью. То есть вот я считаю, что для молодых важно интерактивные форматы развивать. И интерактивные те, которые будут задевать какую-то вот струнку их души. А вот насколько эти интерактивные форматы у вас востребованы, да? Я думаю, что старшим коллегам будет интересно послушать, насколько большой охват у вас гостей, которым интересен вот такой альтернативный вид туризма. Ну, знаете, если говорить откровенно, то когда про групповые форматы мы говорим, это, конечно, работа с таким внутренним-внутренним туризмом. То есть не только, так скажем, внутренним в плане страны, но и в плане города. То есть эти альтернативные экскурсии, они в первую очередь пользуются популярностью у горожан, но я не исключаю, вернее, не то, что не исключаю, это связано еще и с тем, что мы как низовая инициатива имеем какие-то ограниченные ресурсы, и пока еще только начинаем развиваться, как-то сами ориентируемся, куда идти. И, грубо говоря, не являясь членами туристического центра, не центра, а не являясь членами туристического агентства, надо как-то самим выстроить этот путь. Возможно, дело в этом. Но индивидуальные экскурсии, они в меньшей степени, конечно, чем классические, там все тот же Мамаев Курган, как коллега говорил, но они тоже пользуются спросом. Вот мой коллега возит туры индивидуальные в область на Александровский грабин. То есть это же вообще совершенно потрясающая достопримечательность. И вот я с Романом абсолютно согласна в плане того, что у нас потрясающий потенциал природный. Донской природный парк. Эти горы, которые обычно показываются, ну, как обычно, чаще их показывают в летний формат, сама ездила с родителями в ноябре, вот, казалось бы, ноябрь, ну, такой не очень туристический месяц, но это совершенно какой-то космический пейзаж, вот точно так же, как Александровский грабин, неожиданно раскрывающийся. И когда вот анонсируется какой-то такой интересный тур, интерес-то к этому может появляться, как раз, причем, индивидуальный тур, это больше история тех самых индивидуальных туристов, о которых говорили. В общем, если вернуться, опять же, к формулировке вопроса, то я не могу сказать, что все повально идут на вот этот альтернативный туризм, но интерес есть, и я верю в то, что развить его можно, и шире вовлекать людей тоже получится. Коллеги, ну, вот, очень хочется посмотреть на развитие туризма сквозь время, вот, каким был туризм буквально 10-20 лет назад, какой он сегодня, и что его ждет, какое у нас вообще будущее, и, может быть, какие-то у нас задачи стоят перед нами, да, которые в ближайшее время желательно все-таки решить. Вот, Игорь Николаевич, как вы считаете? Туризм в нашем регионе, в нашем городе, конечно, за десятилетия претерпел, безусловно, как бы много трансформаций и в количественном отношении, и в качественном, безусловно, отношении, вот, и хочется всегда говорить о позитиве, о положительных вещах, вот. Вот, раньше я уже сказал, что на сегодняшний день у нас серьезный потенциал по инфраструктуре, по экскурсоводам, по различным развившимся, вот теперь еще и в виде альтернативных, так сказать, предложений, вариантов туризма. Надо сказать, что на сегодняшний момент задан очень высокий темп прибытий. Это связано и с целым рядом мероприятий, которые прошли у нас в регионе. Это трансформировавшийся фестиваль «Ультра 100» Эльтон. Это новые, совершенно интересные, но старые по корням форматы наших туристических поездов, которые мы вот отработали в достаточно интересном варианте. Причем сегодня мы имеем и формат ближних, так сказать, вот, магистральных вариантов. Владимир Олегович как раз, наверное, еще упомянет, может быть, этот опыт. И дальних маршрутов, и опыт последних четырех лет со всеми, так сказать, вот, трудностями, со всеми вариантами наработок. Он дал хороший результат в прошлом году. Мы стали первым городом, который принял первый двухэтажный туристический поезд. Это знаковое достаточно событие. У нас очень хорошие связи отработались, деловые с российскими железными дорогами. И надеюсь, что вот план 23-го года по поезду в квартал, он на сегодняшний день утвержден. Два поезда уже поставлены в график. И очень надеемся, что попробуем, вернее, даже и вот работаем над тем, чтобы удержать формат двухэтажных туристических поездов. Это было бы, конечно, классно, потому что сегодня, в принципе, это такой задел очень знаковый, учитывая, что мы в юбилейном году, было бы вообще, в общем, как бы это замечательно удержать такую планку. Ну, а в плане вообще мы все-таки видим, что в каком-то формате старого доброго варианта каждый месяц будем все-таки в городе принимать эти туристические поезда. И самое главное, план строится на том, что вот в рамках этих поездов это будет не только культурно-исторический или военно-исторический туризм, но в том числе и разноплановые варианты маршрутов. Сейчас речь идет о том, чтобы от однодневных вариантов присутствия пребывания в Волгограде перейти на двухдневные, тогда, конечно, перспективы откроются, и, я думаю, инфраструктура получит наполнение очень большое. Но такое развитие, оно несет в себе достаточно много таких достаточно болевых вопросов. Они, конечно же, решаемые, они технические, и думаю, что сегодня, после того, как прошел Госсовет, данные поручения президента по развитию молодежной политики, туризма в том числе, эти решения будут найдены. Я говорю сегодня в первую очередь о транспортных возможностях нашего региона. Мы, к сожалению, здесь страдаем, потому что ресурса по обеспечению туристического транспорта на сегодня не хватает. Ну и отдаленность территории, да, наверное, играет роль. Да, да. Поэтому вот как бы очень много есть позитивного, хорошего. Есть некоторые моменты технические, которым нужно уделять большое внимание именно сейчас, чтобы потом не оказаться вот опять перед нерешенными проблемами. Елена Владимировна, ну, хотелось бы вот у вас спросить, инфраструктура есть, будущее у нас большое, хватает ли у нас кадров? И я знаю, что в том числе вот с туристско-информационным центром активно сотрудничают и волонтеры, да, возможно, это те же самые будущие студенты, которые будут поступать на профильные направления, и по стопам пойдут наших, собственно, экскурсоводов. Да, безусловно, вы абсолютно правы. Волонтеры принимают акт, самое активное участие в работе наших мобильных информационных стоек на всех основных массовых мероприятиях, им очень это нравится. Они приходят к нам в туристский информационный центр на наши посиделки. Это формат экскурсии, который мы перенесли в помещение на зимнее время. С удовольствием обучаются, перенимают опыт и получают огромную обратную связь от потребителей этих услуг, и поэтому всегда с радостью говорят, приглашайте нас еще. Да, кадров хватает, и мы очень рады. Я, пожалуй, добавлю коллеге, которая говорила о внутреннем-внутреннем туризме, да, мы тоже большой акцент делаем на наших горожанах. Почему? Потому что это лицо дестинации, да, это лицо города. И первые, с кем общаются приезжающие туристы, это, конечно, горожане. Они рассказывают ему о городе, они советуют, куда сходить, чтобы посмотреть, делятся эмоциями, впечатлениями. И, конечно же, давайте понимать, что сейчас наш современный век развития социальных сетей, различных рекомендаций и отзывов, это играет огромное значение, потому что люди обмениваются мнениями. Для наших горожан мы организовываем бесплатные пешеходные прогулки, которые с прошлого года Туристский информационный центр увеличил в два раза. Охват, соответственно, тоже увеличился людей. Огромным спросом пользуются прогулки в нерабочие дни, праздничные, выходные. Мы это тоже учитываем и стараемся воплощать такие желания. Например, вот уже в январе на новогодние каникулы Туристский информационный центр организовывают такие экскурсии для горожан. Таким образом, мы посвящаем в историю нас самих. Это как открыть старый альбом с фотографиями, посмотреть на фотографии своих бабушек, дедушек и понять то, что ты имеешь отношение к их истории. Как я и говорила, через историю, через судьбу. Именно поддерживаем такую инициативу и стараемся, чтобы пешеходные экскурсии были разнообразными. Мы в этом году ввели формат велоэкскурсии. Это пленэр экскурсии. Мы хотим соединить наши пешеходные экскурсии еще с некоторыми направлениями. Это будет новинка в этом году. Пока не буду анонсировать. Потом наши подписчики и горожане узнают об этом. А также гости города тоже с удовольствием посещают такой формат экскурсии. Очень популярный. Если заглянуть в ближайшее будущее, 80-ю годовщину Сталинградской Победы встретили. Но год продолжается. И наверняка запланированы еще какие-то масштабные мероприятия. В том числе не только в военно-патриотической тематике, но и в фестивале. Развитие молодежных движений каких-то. Расскажите, чего нам ждать в этом году? К чему готовиться еще? Да, поняла ваш вопрос. На самом деле вопрос очень хороший. Почему? Потому что прошедшее мероприятие показало на то, что наш город готов к большому приему туристов. И людям нравятся большие событий и мероприятия, которые нашему городу, возможно, не хватает. Возможно, нужно еще больше. Это и какие-то музыкальные фестивали, какие-то спортивные мероприятия. И, возможно, какие-то развлекательные. И связанные, может быть, с соревнованиями на воде, еще где-то. Поэтому в нашем календаре событий, которые уже мы сейчас знаем, да, это и ультра-100, это и молодежный фестиваль 3-4, который в этом году был. Это и фестиваль лотосов. Мероприятие, которое как раз направлено на межрегиональное сотрудничество, взаимодействие наших ближайших соседей. И я считаю, это тоже важно. Это нужно обязательно развивать далее. Далее. Затем очень много событий направлено на развитие культуры наших народов, которые проживают на территории региона. Этнотуризм, да? Да, это этнотуризм, да. Это мероприятия, запланированные в июле и в августе, и в сентябре, и наш арбузный фестиваль, который известен. Ну, то есть, очень много мероприятий. И мы очень рады, что бизнесы и предприниматели понимают важность таких мероприятий. И думают над тем, чтобы возобновлять из года в год их, а также придумывать новые форматы. Поэтому всегда приветствуем такую инициативу. Роман, я предлагаю вам резюмировать, да, может быть, какой-то есть у вас крик души по поводу будущего нашего туризма. Вот чего городу не хватает, а чего хватает, и как вы видите развитие этого направления? Ну, тут, на самом деле, не крик души. Здесь просто рабочие моменты, которыми нужно заниматься. То есть, как я уже сказал, работа действительно проводится очень большая. И есть городу, безусловно, есть что показать, есть кому показать, есть кто показывает. Но здесь нужно, конечно, уделять внимание первоочередное именно такому вот продвижению многих направлений вообще вот за пределами города. Ну, и, кстати, и в городе тоже, потому что очень часто, вот я, например, на экскурсиях сталкиваюсь с тем, что есть там горожане, которые живут всю жизнь в Волгограде и искренне считают, что, скажем, от времен до Сталинградской битвы осталось только вот здание-мельница на панораме, и, в принципе, больше ничего и нет. То есть, это реально, вот такие люди постоянно встречаются. Вот поэтому, конечно, здесь нужно, наверное, расширять вот эту работу и внутри города, и за пределами города, уделять ей больше ресурсов на нее, выделять больше сил, больше людей сюда привлекать в это направление. И делать так, чтобы о городе узнавали с разных точек зрения, хотя, конечно, всегда, в первую очередь, люди будут ехать все-таки на Мамаев курганы и на панорамы, это понятно, здесь нет задачи что-то альтернативное создать, но нужно именно максимально сделать так, чтобы люди ехали смотреть что-то дополнительно. Тогда у нас все вот это, что есть, оно дополнительно расцветет новыми красками. Угу, коллеги, ну я благодарю вас за интересную беседу. Вот буквально в 2022 году более полутора миллионов туристов посетили наш регион, и это на 40% больше, чем в 2021 году. А что нас ждет дальше, посмотрим. Ну а это было ток-шоу «Скажите честно» на МТВ. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова